приветствую зрителей на канале это передача московские железнодорожные платформы сегодня речь о платформе нати ленинградского направления продолжаем ознакомиться с ленинградским направлением но сначала давайте посмотрим на то как дойти до этой платформы по наземному переходу туда там найти у нас находится платформа под этот переход сделали около года назад открыли но чуть больше года назад в начале 2020 года и вот давайте посмотрим собственно как от этой вот платформы лихоборы мцк вот как раз пройти на платформу нати которая тоже называется лихоборы уже ленинградского направления октябрьской железной дороги ну вот видите переход идет через эскалатор и далее по конкурсу и длинному пешеходному переходу дальше там через турникета пройдем ну и дальше налево и туда уже по длинному длинному такому переходу на на чуть ли не полу километрового действительно длинный довольно переход ну вот направо к проезду черепанова канале вот как раз по этому переходу вот мост через северо-восточную хорду как раз ну и соответственно также через железную дорогу как раз вот это вот ленинградского направления вот видите тут строится хорда я уже показывал северо-восточный один из участков но это действующая порта вот это который внизу а вот там вот это и строится еще и стакада синить на еще один участок будет примыкать северо-восточный хорды который сейчас строится от ярославского шоссе и дальше сюда у двигаться через дмитровское шоссе там дмитровская шоссе в ту сторону и вот дальше вот от дмитровского будет такая вот съезды будут и стакада будут соединяться вот с этой вот как раз действующие уже в участком северо-восточной хорды ну и таким образом эта хорда она уже будет замкнута то есть представляет собой единое пространство столбы поставили дальше на них уже будут монтировать проезжую часть но с той стороны остались платформа лихобора как раз платформа лихобора там промзона собственно промзона лихобора тоже одноименной но не лихобора там промзона автомоторная называется алиха дегунина лихобора это с другой стороны ну вот между двумя промзонами как раз и находится платформа нати вот еще один спуск эскалатору был подъем а сейчас мы уже спускаемся ближе к земле и сейчас пойдем направо чем без вести бюджет такой тут можно пройти выйти вот на проезд черепановых если кому не внать и то можно здесь вот выйти на улицу вот а дальше туда уже на улице не выйдешь только на платформу нати фактически так получается да на проезд черепановых можно пройти ну как раз северо-восточной хорды вот она строится вот этот участок примыкания это вот действующий участок северо-восточный хорда это вот соответственно будут съезды дмитровского шоссе там вот и вот участке которая дмитровского идет и как раз вот сюда вот а это вот как раз м цико для ласточки поехали в одну и другую сторону то есть мы видите прошли как бы небольшой окружность сделали да и вот дальше уже идем платформе найти вот ну сейчас снова будет еще один павильон тут турникет на кассовый дело соответственно может взять билет и пройти вот уже непосредственно платформе натип ну вот тоже строится эстакаду северо-восточной хорды вот они касса уже вот здесь вот я смотрю в касса уже Дальше вон уже есть платформа НОТИ. Здесь проходим. Еще один спуск. На эскалаторе. Хорошо сделали. Не по ступенькам, а на эскалаторе. И все. И вот уже мы попадаем. Собственно, вот такой вот путь идет от Лихобор, от МЦК и вот на платформу НОТИ. Вот там у нас промзона автомоторная. И как раз там уже находится вот этот институт НАМИ, который какое-то время назывался НОТИ, по которому как раз и названа вот эта платформа. Ну, а переименована она была совсем недавно, всего чуть более года назад. В конце января 2020 года. Вот. Ну, потому что вот на МЦК тоже Лихобор. Вот. Ну и, соответственно, решили для одноименности сделать и здесь тоже. Вот. А по ту сторону платформы там находится промзона Дегунина. Лихоборы. Такое вот двойное название. Со 169-м механическим заводом, там автобусным парком, ну и другими всякими предприятиями, которые в основном сейчас уже не работают. Ну и промзоне автомоторной тоже там уже не так много осталось таких сильных действующих, работающих предприятий. Вот такая вот она платформа. Раньше был здесь. Никаких турникетов не было, никакого перехода, конкурсов не было вот этих вот, которые мы только что прошли. Вот. А, собственно, попадание на платформу осуществлялось только вот через этот пешеходный мост, который сейчас, видите, здесь закрыли, и с платформы на него не попадешь. Но его оставили для того, чтобы попадать с одной стороны на другую. То есть можно пройти, но, так сказать, без попадания на платформу. Просто можно, так сказать, перейти через железную дорогу. Вот и все, через эту платформу. Ну, видите, этим мостом очень мало кто пользуется, потому что, в принципе, тут народа всегда было, в общем-то, мало. И в советское время. Тут, в основном электрички не останавливались. Да и в постсоветское время тоже. Вот. Ну, и сейчас тоже, видите, народу мало, и там, в принципе, особо идти-то и некуда. Там вот электродепо находится Лихоборы, которые обслуживают салатовую ветку метро Люблинско-Дмитровскую. Его не так давно открыли, в 2018 году. Вот там такое, видите, виднеется зелененькое здание, зелено-белое. Вот. А раньше вот попадали вот только так. Там вот, собственно говоря, сейчас северо-восточная хорда проходит, а раньше там вообще ничего не было. Ну, в существенно, чистая промзона, да, склады всякие там. Пустыри просто, да, пустые пространства. То есть ничего особенного не было. И там подальше находится Лихоборская набережная. Ну, это единственная, собственно, проезжая часть, которая более или менее близко находится вот к этой вот платформе. Даже до сих пор. Ну, сейчас северо-восточной хорда, но она, в принципе, только для автомобилистов. И то она, видите, проходит по эстакаде. То есть, по сути дела, здесь, в общем-то, непосредственно подъезда к этой платформе практически нет. Транзитное, в большей степени, движение. Ну, туда можно пройти, вот, Лихоборской набережной. Вот. Но, в общем-то, дорога такая довольно неприятная, грязная практически в любое время года. Пыльная, если уж совсем жарко бывает. Ну, в общем, короче, пройти туда довольно неудобно. В ту сторону. Ну, вот и там, в принципе, через Лихоборскую набережную можно даже уже дойти до Лихачевских, так сказать, переулков, черт Лихачевской. Там уже можно сесть на автобус. Видите, непосредственно до сих пор к этой платформе не подъезжает ни одного автобуса. Это едва ли не единственная платформа вообще в пределах Москвы, куда, в общем-то, автобусы не подъезжают никаким. Ни с той стороны, ни с этой. Ну, потому что я говорю, что раньше здесь практически никто не выходил. Назвали его по близлежащему институту, но, в сущности, ну, кто пользовался и в институт обычно попадали не из платформы, а, в общем-то, тоже через автобус. Там 123 автобус, там 22-й, вот так вот попадали. От водного стадиона метро, там, таким путями. Ну, может, когда-то изначально из платформы, когда ее еще открыли, открыли в 1946 году. Ну, вот. Ну, и, может, когда-то отсюда и ходили пешком. Вот. Ну, это атака. Тут, видите, одни гаражи вот с той стороны платформы. В принципе, заброшены места. Там собачий питомник находится. А речка Лихоборка, кстати, она протекает вот там, вот чуть подальше. Вот туда вот, между... Туда дальше, в сторону Массельмаша, вот там, в ту сторону, следующую платформу уже Массельмаш. Вот. Ну, и вот между... Туда вот, может, метров 300, туда 400 за платформу, и там вот как раз протекает течка Лихоборка. Там вроде хотели какой-то парк создать экологический Лихобор, вот с той стороны. Ну, я так... Что-то между... Между электродепо и как раз вот железной дорогой. Ну, и не знаю. По-моему, вроде там так ничего не создали пока. Ну, может, потом создадут еще. Ну, видите, платформа до сих пор асфальтовая. Несмотря на то, что она была реконструирована полностью, да. Она даже была какое-то время закрыта. В 2012-2014 годах проходила реконструкция вот этого самого штук-пункта. Ну, видите, до сих пор тут асфальт. И, как видим, никого нет народу вообще. Вот видите, вообще ни одного человека нет, да. Вот. То есть, этой платформой, в принципе, пользуется народу до сих пор довольно мало. Но сейчас чуть побольше стало пользоваться. Все-таки, видите, открыли переход с МЦК на вот это, на ТИ. Но, в принципе, даже это уж особенно пассажиропотока не прибавилось. Правда, здесь стали останавливаться практически все электрички. Ну, кроме, конечно, экспрессов, там, понятно. Скорых поездов, да. А так, в принципе, в общем, практически все. Но, опять же, это особенно народу, как видимо, не прибавило. Вот идет строительство северо-восточной хорды буквально каждый день. Все, так сказать, еще больше и больше она строится. Вот. А там вот мы видим жилой комплекс Селигер-Сити и дальше Ильминский 17. Они находятся на Ильминском проезде. Между Ильминским проездом и Пиаловской улицей. Ну, и рядом, там, Дмитровское шоссе проходит тоже. В общем, туда, в сторону Дмитровского шоссе. Вон, еще строится вот это Селигер-Сити, а там вот это Ильминский 17, который вот непосредственно впереди находится. Это Ильминский 17. Там еще Любовь и Голуби тоже строятся на Пиаловской улице. Ну, а вот это вот стройка идет, это в большей степени Селигер-Сити как раз. Там Ильминская улица, которая непосредственно входит в промзону. Ну, вот собачий лай, не знаю, слышно или нет, немножко, может, слышно. Это вот там как раз собачий питомник находится. Ну, вот. У меня раньше его не было, в принципе, потому что не так давно он появился, но пока вот действует. А так вообще здесь всегда были пустыри, какие-то заброшенные огороды. Платформа всегда была очень диковато. Всегда даже любили приезжать такие любители приключений, романтики. Вот. Так вот, в принципе, скрыться, как говорится, с глаз вдоволь. Потому что приезжаешь сюда и как будто оказался где-то далеко в Подмосковье. Хотя, в принципе, от Москвы тут уж не так далеко. Ну, я имею в виду от Москвы, в смысле от вокзала, конечно же. Это, естественно, Москва, ну, просто, скажем так, не центра города, да. Ну, вот. Собственно, такая вот платформа. Идти особенно некуда. Видите, там серо-восточная города. В сущности, фактически, нет ни проходов, ни выходов. Да. Ну, а там тоже еще одна промзона, Дегунь-Лихобород. Там, видите, тоже гаражи, питомник собачий. Электродепо тоже особо не пройдешь никуда. Ну, вот, хотели вроде парк создать, не знаю, какой-то экологический. Ну, так понимаю, что пока так и не создали. Так что, может быть, когда-нибудь, конечно, эта платформа расцветет, и тут будет прям какое-то буйство жизни. Но пока, не знаю, когда это произойдет, конечно, пока мы видим, что здесь, в принципе, все довольно тихо и глухо. Как, в общем-то, было в советское время. Особо не отличается в этом плане от советских времен. Территория. Ну, там прям речка-Лихоборка протекает, она туда и дальше туда вот идет, в ту сторону. Причем она протекает в открытом русле, что интересно. Вот. Ну, она, в общем-то, на многих участках протекает в открытом русле. Ну, даже какая-то часть деревянной платформы осталась, небольшая. И видите, написано 640 километров. Это от Санкт-Петербурга расстояние. То есть, здесь от Октябрьской железнодорога, поэтому расстояние на ней считается не от Москвы, а от Петербурга. Ну, вот. То есть, не от Ленинградского вокзала, а от Петербурга. И вот, 640 километров, это именно вот до Петербурга. Километраж ведется. То есть, это не Московская железнодорога, а Октябрьская. То есть, Санкт-Петербургская. Ну, вот там тоже, видите, строится порта, стыки, стыкуется все это. Вот такая платформа. Видите, две платформы. Раньше здесь, кстати, еще третья была платформа. Вот было три пути, четвертого не было пути. И была здесь третья платформа. Но она была короткая, техническая, на ней останавливались, делали остановку технические поезда. Ну, или когда какие-то были такие нештатные ситуации, то есть, она практически не использовалась. Очень редко тоже у нее был спуск. Ну, а потом ее демонтировали, и вместо нее проложили четвертый путь. Четвертый главный путь. И сейчас тут четыре пути. Вот. Ну, вот эти для электричек. То есть, сейчас мы стоим на платформе, вот как раз в сторону вокзала. Да, вот это вот туда. Дальше Петровско-Зумовск, следующая платформа. А туда платформа в сторону области. То есть, следующая платформа, там и Сильмаш. Вот там уже контейнеры стоят, это как раз платформа и Сильмаш. Там логистический центр, и как раз там. Вот. Ну, а вот по этим путям и ездят экспрессы, также поезда дальнего следования, ну, и грузовые поезда. Ну, то есть, все, которые не останавливались на этой платформе, скажем так. Ну, тоже вот забор сделали, турникеты. Турникеты, кстати, здесь были достаточно поздно, что и, в принципе, вполне логично. Вот. Потому что это самое... Ну, и мало здесь пассажиропотока, для кого делать турникеты. Невыгодно, нерентабельно. Но уже когда сделали вот этот конкурс, построили в 2020 году, ну, тогда же и турникеты сделали. А на этом, в общем, до этого, в 2016 году открыли вот МЦК Олихоборы, там, платформу. Вот. Ну, и был наземный переход, надо было выходить на улицу, потом идти через... по переходу подземного через северо-восточную хорду и дальше уже выходить сюда. Ну, и турникетов здесь все равно не было. А вот когда уже построили вот этот вот надземный такой переход, да, с этими конкурсами, вот тогда уже появились турникеты. То есть, в 2020 году. Чуть более года назад. Наверное, одним из последних, как раз, в пределах Москвы появились турникеты. Вот там это все вот до поли Хоборы. Селигер-Сити. Такое вот место. Ну, видите, вовсю идут работы по строительству эстакады северо-восточной хорды. Ну, значит, освещение сделали, новые скамеечки. Видите, урны, все, как, в принципе, везде, фактически. А вот асфальт, видите, это, конечно, несколько странно. Обычно делают плитку. Но здесь, видно, решили, что платформа такая, в общем-то, глуховатая, и нечего тут делать плитку. Больно дорого. Вот асфальт будет. Ну, там вот осталось лихоборы в стороне несколько. А до Нами сейчас, вот, в общем-то, конечно, дойти можно, но тяжело. Так напрямую не дойдешь. Видите, северо-восточной хорды, там, конечно, ее можно перейти по взаимному переходу. Ну, в общем, сложновато. Там, конечно, все эти, как таковой прямой дороги нету, поэтому практически никто сюда не ходит. До Нами или Нати, как раньше, какое-то время назывался этот институт. Вот поэтому название, оно уже, конечно, такое... Больше именно историческое название на триминале плихобора. Вот такие скамеечки. Они, конечно, несколько грязноватые вот в это время года, но летом, конечно, хорошо посидеть. Их все-таки чистят, в общем-то, смотрят за ним. И вот от аккорда пройдет прямо через вот этот мост туда дальше. И вот, видите, там тоже поставили уже столбы тоже. И туда дальше, вот, в сторону Дмитровского шоссе. Ну, и там тоже развязка будет на Дмитровском. И уже туда дальше соединиться с другим участком, который уходит в сторону Алтугевского шоссе, а потом Ярославского, ну и так далее. Ну, вот видите, небольшие навесы, обратите внимание. Причем, что интересно, на той платформе навесов вообще нет. Знаете, хотя небольшой там навесик есть какой-то маленький. Вот. Ну, вот какой-то так. А здесь вот навес такой маленький, небольшой есть. Чуть-чуть. Так что, в принципе, если дождь или там очень жарко бывает, солнце, то, в принципе, можно где скрыться. Ну, во-первых, там можно вестибюле постоять, то есть еще до эскалатора. Там, в принципе, такая площадка есть, можно там постоять, где мы проходили как раз. Там надо тоже ждут люди, особенно когда мороз бывает там сильный и так далее. Ну, дождик сильный. Но можно, в принципе, сюда выйти, тоже на воздухе, вот здесь вот под навесом время провести. Но маленький, потому что народу здесь все равно много не бывает, опять же. Поэтому особо нет легкого тут продлевать. Это же не славянский бульвар, допустим, да?